Для Николая Петровича приход сотрудника Центра заботы Светланы означает не только свежие продукты, но и свежие новости. Как правило, именно общения одиноким людям не хватает прежде всего. Поговорить, поддержать, терпеливо выслушать – часть работы Светланы. А еще нужно помочь по дому. Делаем влажные уборки тем, кто в этом особо нуждается. Стираем, моем посуду, приготовляем пищу. Подопечных у Светланы 8 человек. Стаж ее работы – полтора года, а всего в Центре забота 270 сотрудников, хотя по штату положено более 300. Работа трудная, деньги небольшие. Из-за такого сочетания и дефицит кадров. Зато на тех, кто пришел, попробовал и остался, можно положиться во всем, говорят здесь. Наши социальные работники приходят и оказывают поддержку. Не просто оказали бытовые услуги, они еще настраивают внутренне человека на то, чтобы он старался, так скажем, выйти из своего трудного положения и увидеть свет в конце туннеля, зная, что завтрашний день есть и он несет надежду. И таких тяжелых больных, как после инсульта, после инфарктов, мы ставим на ноги и люди приобретают уверенность на втришнем дне. За год в Центр заботы обращаются 9 тысяч реповчан. Благодарности в преддверии праздника идут десятками. Приходят они и Наталье Заводчиковой. Она работает в Центре со дня основания. Хочется выразить слова благодарности тем людям, для которых работа в социальной сфере стала судьбой жизни, стала их второй семьей. Центру забота уже 20 лет. Есть достижения, которыми можно гордиться. Например, в Череповце впервые организовали хоспис на дому, работу с семьями детей-инвалидов. Сейчас этот опыт используется по всей области.